Всем привет, с вами Валентина и как обещала в прошлом видео, сегодня мы с вами приготовим советское новогоднее меню и на мгновение погрузимся в атмосферу предновогоднего волшебства при приготовлении советских традиционных блюд. И вспомним, как это было. Это видео даже не про кулинарию и не про рецепты, это видео про ностальгию и хорошее настроение. После того, как советские хозяйки отстояли в огромных очередях за покупками продуктов для новогоднего праздничного стола, приступаем к приготовлению салатов. Как же обойтись без этого салата на новогоднем столе? Ведь примерно с середины 70-х годов этот салат стал традиционным блюдом праздничного и новогоднего стола СССР. Каждой советской хозяйке того времени была своя изюминка в приготовлении селедки под шубой, а я покажу, как научила меня готовить этот салат моя мама. Очищенную от костей и всего лишнего селедку режем на мелкие кусочки. Мелко режем репчатый лук. Отварной картофель, морковь, свеклу и яйца натираем на крупной терке. Теперь приступаем к сборке салата. И тут самое время достать из серванта его хрусталь для праздничного стола, которым мама разрешала пользоваться только по праздникам. Пишите в комментариях, у кого сохранилась такая коллекция хрусталя и кто до сих пор ей пользуется. Выкладываем на салатник слой селедки и слой репчатого лука. Промазываем слой майонезом. Дальше выкладываем тонкий слой вареной свеклы, слой вареного картофеля. И тут можно уже немного посаливать слои, промазывая каждый из них майонезом. Следующий слой это яйца, морковь и последним слоем выкладываем свеклу и тоже промазываем майонезом. И сверху для красоты натираем на мелкой терке желток, либо оставляем в первоначальном виде. Ставим салат на пропитку в холодильник. Придуман этот салат в московском ресторане Эрмитаж, которым руководил Люсьен Оливье. Готовили хозяйки такой салат тазами на большое количество людей, но мы приготовим чуть меньше. Отварную картошку, яйца и морковь режем кубиками. Вареную колбасу и соленые огурцы также режем кубиками. Кстати, в самой ранее известной публикации рецепта, указанной в журнале Наша пища, номер 6 от 31 марта 1894 года, вместо колбасы использовали жареного рябчика. Режем лук. Признавайтесь, проращивали на подоконнике зеленый лук к Новому году или нет? Все отправляем в общую емкость, добавляем консервированный горошек, солим по вкусу и заправляем майонезом. Оливье это самый любимый салат моего мужа, ну а у меня селедка под шубой. В то время рецептура тортов на промышленных производствах и в кулинарных сборниках была сложная, с четко выверенными пропорциями, которые сложно было повторить в домашних условиях. Но хозяйки нашли выход из этой ситуации и придумали свои несложные в приготовлении торты. Медовик, муравейник, сметанник, Прага, Наполеон и так далее. В емкость разбиваем 3 яйца комнатной температуры, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером на низких оборотах. Когда яичное масло стало однородной, обороты прибавляем и постепенно всыпаем тонкой струйкой 1 стакан сахара. Взбиваем до образования пышной пены. Добавляем половину стакана меда, можно его слегка подогреть, поставив стакан в теплую воду и снова хорошо перемешиваем. Подготовленную смесь просеиваем 2 стакана муки с добавлением разрыхлителя и все хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться мягким. У меня получился общий вес теста 850 грамм. Делим его на 3 равные части, весы нам в помощь, это по 283 грамма. И каждую емкость тестом накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 12 часов. Я подготовила тесто с вечера, а выпекать торт будем с утра. По истечении указанного времени достаем из холодильника первую часть теста и выкладываем ее или на холодный противень, смазанный подсолнечным маслом, или на силиконовый коврик. Руки смачиваем в холодной воде и формируем из теста круг. Диаметр круга составляет примерно 20 сантиметров. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут. Но всегда ориентируйтесь по своей духовке, коржи выпекаются очень быстро. Вот такой румяный мягкий корж у нас получился. Неровные края обрезаем либо специальной формой, либо ножом по тарелочке нужного нам диаметра. Даем ему немного постоять для того, чтобы он лучше отошел от формы. Обрезки не выкидываем, они понадобятся нам для посыпки торта сверху. Таким же образом выпекаем остальные коржи. Приготовим крем. Для того, чтобы крем получился стабильным, я предварительно выложила 500 грамм 20% сметаны в марлю и дала стечь лишней сыворотке. Охлажденную сметану взбиваем сначала на низких оборотах. Затем добавляем 1 стакан сахарной пудры и обороты прибавляем. Долго не взбивайте. Приступаем к сборке торта. Я буду выкладывать в специальной форме для тортов, но и без нее можно прекрасно обойтись. Обильно смазываем кожу кремом. Выкладываем слой порезанных грецких орехов, затем также промазываем кремом второй слой и третий. Бока тоже промазываем кремом. И сверху из боков посыпаем измельченными в блендере обрезками, которые я показывала ранее. Лишнюю посыпку убираем. Вот такой красавец получился. Я прекрасно вас понимаю, что его хочется съесть сразу, но торт сначала выдержите при комнатной температуре 1-2 часа для пропитки, а затем поставьте в холодное место до подачи на стол. Примерно 12 часов выдержите, хоть это будет и сложно. На горячее советские хозяйки любили запекать утку, гуся привезенного из деревни, курицу запеченную целиком в рукаве, в банке и на банке. Моя семья ни утку, ни гуся не будет кушать. И поэтому я приготовлю запеченную курицу в майонезе. Курицу промываем, здесь полтора килограмма, отрезаем все лишнее, солим и перчим по вкусу, так как кроме этих специй в то время ничего больше не было. Обильно натираем майонезом сверху и внутри и оставляем мариноваться на ночь. Выкладываем курицу на противень или форму для запекания и на дно наливаем немного воды, чтобы курочка не присохла. Сверху поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40-60 минут. Будем смотреть. Курочка у нас готова, но для того, чтобы корочка стала румяной, поливаем ее сверху растопленным сливочным маслом с добавлением рубленного чеснока. Вот это стоит аромат! Сейчас мои все прибегут. И снова отправляем курочку в духовку на 20-30 минут до образования румяной корочки. Такую курочку буду подавать с отварным картофелем, политым сливочным маслом. Традиционной холодной закуской на Новый год считался холодец. Готовить холодец меня научила мама. У нее всегда был самый вкусный и нежный холодец, который я до сих пор обожаю и нет ему равных. Спасибо тебе, мамочка, за рецепт! Для холодца мама всегда использует только свинину, но вы можете также разбавить холодец кусочком говядины или курицы. Я уже подержала в холодной воде и по возможности очистила от всего ненужного предплечья, здесь 1 кг, копыта весом 254 грамма, свиное ухо весом 214 грамм и 300 грамм мяса. Выкладываем все части в холодную воду. Я налила чуть больше 3 литров. Включаем газ, доводим до кипения, но не до бурного. Снимаем пенку и варим на самом медленном огне 4 часа, периодически снимая образующаяся во время варки пенку. По времени холодец будет вариться примерно 6 часов, но будем смотреть. Через 4 часа добавляем мясо. Еще раз повторюсь, можно добавить говядину или курицу и варим дальше. Через час добавляем репчатый лук и морковь, для придания еще более лучшего вкуса и аромата бульону и варим дальше. За 20 минут до готовности добавляем соль по вкусу, лавровый лист и черный перец горошком. А чтобы проверить готов ли холодец, окуните ложку в бульон, пальчиком снимите капли бульона и когда он подсохнет, пальчики должны слепаться. Это говорит о готовности бульона. Вынимаем из него овощи и мясо, пусть немного остынет. Процеживаем бульон через два слоя марли. Под марлей у меня еще лежит ситечка. И сейчас я вам покажу два варианта оформления холодца. Для первого варианта мясо я нарезаю, но на самом деле это и резкой не назовешь. Мясо само хорошо отслаивается. А для второго варианта мясо прокручиваем через мясорубку, так как раз делает моя мама. И при таком варианте холодец получается очень нежным и просто тает во рту. После в лоточки с мясом выкладываем выдавленный через пресс чеснок и заливаем бульоном. Перемешиваем и ждем, пока холодец остынет. И после его уже убираем в холодильник для полного застывания. Вот такая прелесть у нас получилась. Холодец хорошо застыл, значит мы с вами сделали все правильно. К холодцу обязательно подавайте горчичку и черный хлебушек. Режем черный и бородинский хлеб. Поджариваем его на сковороде с добавлением подсолнечного масла. Натираем каждый кусочек с одной стороны чесноком. Намазываем майонезом. Выкладываем маринованный или соленый огурчик. И сверху деликатес советского времени шпротину. И так продолжаем дальше. Вроде бы простая закуска, но вкус и аромат потрясающий. Ну и конечно не забываем выложить на стол соленье, которое городские жители привозили из деревни от бабушек и дедушек. Ну а у нас деревенских жителей погреба зимой всегда были забиты этой вкуснятиной. И мама мне еще подсказала, что в то время на праздничный стол обязательно готовили морковку с чесноком, заправленную майонезом. Конечно это далеко не все рецепты, которые готовились на советский новогодний стол, но я вам показала наш любимый вариант меню. Поддержите это видео лайком. Всем пока-пока!